И снова здравствуйте! ZBrush 2019, как и обещал, по крыльям пройдёмся, именно заготовку крыльев, как сделать, разберём этот вопрос. Ну погнали! Так, заходим в Саптулы и вот у нас птичка, вот такая получилась. Это всё ещё болванка, я её не доделывал. И давайте теперь наметим именно крылья. Так, для начала нужно UPPENG, нужно опять сферу, повторяюсь, раз птичка, значит сферы. Теперь MOV и вот так её оттягиваем сюда вбок. Теперь можно её немножко вытянуть, вот таким вот образом. И опять же повторить операцию, как в прошлом видео, в прошлом ролике. Всё это дело вот так скомпоновать, подкорректировать, посмотреть, что получается. И теперь всё ему этому делу, сделаем меньший размер size, уменьшим размер, вот так вот и сделаем всему этому dynamesh. Можно даже polish включить, сгладить. Так, убираем gizmo, жмём drive, следом нажимаем на кисти и находим MOV Topology. Можно использовать MOV Elastic, кому как удобно. Так, дровсайстей побольше и вот так всё это дело откорректируем. Вот так, вот так вот, что-то вот в таком духе. Вот такая будет намётка. Так, крылья чуть-чуть до спины доведём. Вот так. Это вот будет, так сказать, начальная часть, кость. И вот так всё это дело аккуратно, а можно просто по-быстренькому сделать. Ну погнали, наметим терперия. Subtool. Теперь опять же append, опять же сфера. Вот так. Переключаемся на сферу и делаем теперь именно перо. Вытягиваем. Чуть-чуть компонуем, уже делаем. И сплюснем. Вот где-то вот до такого. Слишком тонко делать не надо. И тут вот такой вопрос получается. Можно это перо по прошлым роликам именно сделать уже, нажав X. Вот так чуть-чуть где-то увести. Именно сделать настоящее перо. Вот так вот. Вот таким вот образом. Здесь потонше. Здесь вот так вот выведем. И немножко раздвинем. Ну где-то вот такое дело. Также можно его прорисовать сразу. Так. Clay Buildup. Graph Size уменьшить. И интенсивность. Чуть-чуть прибавить, наверное. Так. До двоечки опять же поставим, наверное. И вот с помощью теперь. Вот так вот можно его компоновать, делать. Делаем теперь всему этому Dynamesh. Получается вот такое у нас перо. И теперь тут немножко порисуем. Вот так вот. Где-то выгладить. И немножко придать ему именно вид пера. Я опять же слишком точно делать не хочу. Вот именно чтобы более-менее было такое мультяшное всё. Вот таким образом. И здесь также центральную провести. просто наметить её побольше. Чуть-чуть где-то потом можно это дело всё заработать. Ну, принцип вот такой. Вот так всё это дело выглядит. В Subtool'ы заходим. И теперь Shift и на глаз нажимаем. Вот у нас всё это дело появилось. Теперь Move. Отводим именно вот сюда. X отключаем. Всё это дело в геометре можно теперь уменьшить сайзом. Вот до таких размеров попугая чуть приблизим, чтобы было видно. И вот так вот можно в бок его поставить. Так. Смотрим за размер пера. Вот так вот где-то поднимаем. И ещё немножко уменьшаем. Вот до таких размеров можно немножко ещё вытянуть. Смотрим, как он тут установился. Вроде всё нормально. Чуть-чуть выше вот так поднять его. И теперь можно Ctrl и вот так вот вытягивать. Чуть-чуть подкручивая. Вот так. Где-то можно устанавливать именно используя вот эти вот на Gizmo повороты. Опять же Ctrl. И теперь вот так всё это компонуем. Чуть-чуть где-то уводим. И вот такое что-то должно получиться. Чуть-чуть ещё придаём вращение. Вот так вот. И Ctrl вот таким образом. Всё вытягиваем. Вот так вот. Следом опять же Ctrl. Доводим вот до этой части. Вот так. И теперь Gizmo можно отключить и поставить Skyl. Немножко уменьшить это пиропус. Здесь уже будут перья поменьше. Вот так вот. Теперь Gizmo можно включить и продолжать именно вот такую вот операцию. Чуть-чуть подкручивая, немного где-то отводя, чтобы не было больших зазоров. И теперь посмотрим где-то на спине. Можно ещё дополнительно одну вытянуть. Вот так. Она не помешает. Так. Всё это дело есть. И вот теперь вопрос. Можно опять же дальше продолжать устанавливать вот эти перья, да? Ну, типа, вот таким образом. Раз. Немножко всё это выводим вперёд. Вот таким вот образом. И уже с помощью Skyl уменьшаем, опять же. И можно продолжать моделировать верхний ряд. Именно вот верхний ряд моделируется поверх вот этого посередине, проходя. Вот так всё это дело происходит. Чуть-чуть выкручиваем, опять же. И вот так вот продолжаем устанавливать. Именно чтобы вот эти перья вот вылезали на нижний. Стараемся перекрыть вот эти вот пустоты. Всё это перекручиваем, именно как идёт крыло. Чтобы перья, мал-мал, приобретали вид движения. Вот что-то в таком духе. Вот так вот всё это. И немножко подаём вперёд. Смотрим внимательно, чтобы нигде ничего не пропустить. Вот так вот где-то. Так, снимаем теперь маску. Вставим мов. И попробуем всё это дело теперь именно правильно подкорректировать. Опять же гизму. И попробуем вот так их немножко вытянуть и немножко кверху придавить и перекрутить. Вот так вот где-то. Также с помощью мофта Apology. Так, я не брал, да? С помощью мофта Apology вот так всё это дело можно подтягивать. Вот так. Именно чтобы не было пустоты. Пустота нам не нужна. Можно каждое пёрышко вот так уже здесь подкорректировать. Смотрим со всех ракурсов. Сзади, спереди. Вот так всё это, чтобы заполнить всё. Где-то что-то прибрать. И немножко можно даже где-то выгладить. Так, вот эти перья тоже посадить вглубь. И вот это перо вот сюда вот так вот поставить. Вот такое прикольное получается начало крыла. Ну вот теперь нужно ещё нижнюю часть сделать. Для начала давайте сделаем всему этому дубликат. Сделаем Ctrl-W. Делаем дубликат. Не знаю, вытянет мой ноут. Нет. Переключимся на первый саптул. Делаем ему Dynamesh. Geometry Dynamesh. Всё нормально. И сделаем теперь Project All. Включаем на второй саптул видимость тоже. И жмём Project All. Всё по прошлому видео. Теперь у нас вот с миллиона получилось 123 тысячи полигонов. Это нормально. Это пойдёт. Так. Нижний теперь сабтул можно удалить. Delete. Он нам не понадобится, только будет мешать. Вот теперь всё нормально. По полигонам всё работает. Опять же Shift на глаз нажимаем, видимость ставим. Что ещё можно здесь сделать? Опять же заходим в сабтул и находим Append. Append опять же сфера. Так, и вот теперь переключаемся на сферу и повторяем операцию. Вот так. Вот так. И вот так вот вытягиваем. Так, можно ещё потоньше сделать. Вот таким образом. Получается у нас вот такое вот перо теперь. И поработаем с ним. Ставим Dynamesh. Ctrl-Shift. Ставим Trim Curve. Пробел переносит курву. И вот так всё это дело обрезаем. Следом вот эту часть маскируем. Вот так вот. Так, а эту часть выкручиваем и немножко делаем вот так вот. Всё это снимаем. Делаем опять Dynamesh. Ctrl-W. Одну полигруппу. Смотрим, всё нормально. Но толстоватая немножко. Давайте ещё немножко его сделаем потоньше. Вот так вот пойдёт. Поле F отключаем. И теперь Mof Topology. Вот так чуть-чуть это всё дело вытягиваем. Вот такое крыло получается. Shift-ом немножко сгладим. Заходим в Subtool и Shift. Видимо, всех включаем. И вот теперь можно поработать с этим пером. Его ставим вот сюда. Geometry, Size. И вот это всё дело приближаем вот так вот. И корректируем. Подставляем вот именно к крылу. Смотрим с разных ракурсов, чтобы точно попало. Ну и опять же дубляж. Ctrl-W. Выкручиваем. Делаем вот эту чуть-чуть побольше перо. Устанавливаем его вот сюда. И опять же Ctrl-W. Ставим вот так вот. И четвёртое перо перекручиваем. И теперь с помощью Skyl всё это дело уменьшаем. И подгоняем вот сюда вот так вот. Опять же подкручивая. Вот таким вот образом. С помощью MOV опять же корректируем. Придаём, так сказать, товарный вид. Где-то вот так вот что-то. Где-то вот так вот. Вот таким вот образом. Теперь снимаем маску. И уже корректируем полностью перья. Как нам надо. Придавая им изгиб. Какую-то форму. Вытянутость. Вот так вот. Вот такая получилась штука. И теперь можно также тоже сделать. Именно как вот эти. Следом переключаемся на крыло. И можно с помощью MOV уже здесь её после Dynamesh полностью преобразить. Сделать ей, допустим, дубляж. Дубликат. Переключиться на дубликат. Чуть-чуть его припустить. Уже крыло будет смотреться ещё лучше. Придать ей толщину, допустим. Вот так вот. И немножко сделать потолще. Опять же, используя MOV Topology, можно чуть-чуть здесь где-то поиграть. Вот так вот вдавить что-то. Вот таким вот образом. Здесь перья можно чуть-чуть сделать поменьше. Здесь тоже вот так вот приподнять. А эти немножко увести. Вот такое что-то получается. Здесь можно им придать пышность. Вот так вот. И тут, чтобы они проявились, вот такая получается штука. Вот так вот. Так, на будущее теперь вот это крыло можно сохранить, сделать экспорт. В будущем оно может пригодиться, чтобы не делать, или её можно изменить. Так что, как заготовка пусть будет. Так, и вот эту следом тоже крыло, которое верхнее, вот это, его тоже можно сохранить. Экспорт. Так, следом теперь всё это дело объединяем. Так, вот эта вот деталь. Merge, Merge Down. Ок. И что у нас тут получается? Merge Down. И ещё раз Merge Down. Всё. Вот крыло получилось. Теперь делаем в геометре Modify Topology Mirror and Well. Вот такой прикольный получился попугай. Теперь с помощью Moff Topology просто вот это дело всё тут подтягиваем, вот так преобразуем, придаём внешний вид. Всё у нас тут ещё поделено на саптулы. Вот так вот. Так что можно с этим делом работать. Вот вы видите, что всё по саптулам, всё нормально. Вот такой получился попугай. Теперь остаётся просто крылья поставить, допустим, в позу. Вот так маскируем. Вот это крыло немножко вот так вот корректируем. Так, я сейчас Ctrl-Z. 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 Сохраню проект. Файл. Файл. Save as. И теперь Ctrl-Shift-Z. Ctrl-Shift-Z. Это возвращает на шаг вперёд. Всё. Вот у нас крылок стоит. Давайте немножко теперь в позу его более-менее поставим, а потом уже можно будет дорабатывать. Так. Объединяем вот эти саптулы. Merge down. Merge down. И остаётся нижняя челюсть. Merge down. Окей. Так. Ну и хохолок передвинем наверх. И опять же merge down. Чтобы потом его не подставлять. Всё. Вот есть у нас попугай. Ставим его вот так. Теперь тело можно немножко так, пардоньте, симметрию отключить. Х. И немножко вот так всё это тело подкорректировать. Вот такая штукенция получается. Не забываем теперь назад вернуть именно лапы. вот так замаскировать и опустить. Вот что-то вот так теперь получается. Всё смотрим с разных ракурсов. Ну и можно теперь голову развернуть. Маскируем вот так тело. Повыше. Так, пардоньте. Маскируем тело. Ставим вот так вот. Делаем Move и выкручиваем голову. Вот так вот. Смотрим, что тут получилось. В принципе, всё нормально. Делаем Control и отключаем Gizmo и с помощью Move немножко вот так всё это дело подкорректировать можно. Вот так вот. всё это потом пролепится и будет всё шикарно. Чуть-чуть грудь поправим, добавим немного живот вот так вот и поработаем немножко с крыльями. Так, вот эту часть замаскируем. Делаем Control и ставим теперь вот в такую пузу и крыло вот это немножко вот так вот по телу ставим. А это теперь крыло Control и вот так отводим чуть дальше тоже выкручивая и подставляю вот так вот. Смотрим с разных ракурсов чуть-чуть крыло подтягиваем вытягиваем его немножко вперёд вот так вот ну и немножко можно вот так вот чуть-чуть надуть. Это уже когда объединится всё сделать одну полигруппу и сделать крылья чуть-чуть как будто ветром их надувает. вот такая вот получается штука. Ну следом можно переключиться вот так всё это дело подкорректировать опять же Move вот так где-то Shift выгладить и уже всё в вашей власти можно лепить дополнять какие-то детали ещё здесь перья можно добавить вот именно проработать вот эти части крылья вот эту здесь детальку такую ну и здесь вот тоже соединение крыльев выпуклую сделать где-то добавить немножко анатомии шею где-то вот так вот пролепить сделать ей позвоночник вот так вот ну ещё что можно сделать в принципе если крылья вас устраивают то можно снять маску опять же Move Topology немножко подтянуть подкорректировать вот так и сделать деформацию и ими так заговариваюсь инфлатен так что он нам тут даст сильно его делать тоже не надо это ну вот чтобы крылья стали похожи на крылья а не на бумагу а здесь уже крыло можно менять по-разному вот эти вот части нажимаете Ctrl Shift и вот вы можете все это дело здесь менять двигать разные саптулы вот таким образом все всем пока до свидания опять же лайк дизлайк а а а а или а а ну а Субтитры создавал DimaTorzok